Дорожный 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 он и энергозатратнее, и финансово затратнее, чем ямочный, или необязательно? Естественно, при ремонте карт стоимость одного квадратного метра получается дороже. Но спросите любого автомобилиста, они скажут, лучше бы мэрия ремонтировала картами все дороги в городе, чем выполнял этот ямочный ремонт. То есть ямочный ремонт – это мировременное. Ну, когда заканчивается ремонт, картами или ямочной обязательно наносится дорожная разметка? В этом плане уже она везде нанесена? То есть она оперативно наносится в этом плане? По сравнению с прошлым годом мы достаточно сильно продвинулись. Горизонтальная разметка – это осевые линии, сплошные двойные, разделительные полосы. Они по городу нанесены на 100%. Пешеходники, пешеходные переходы мы выполнили на 80%. Работа продолжается, погода стоит теплая, без дождей. И я думаю, что мы в ближайшее время разметку закончим. Но я знаю, что ремонт дорог – это не только именно устранение деформации на асфальтовом полотне, это еще и уборка, приведение в порядок леерных ограждений, бордюров. Здесь также работа проводится в этом плане. Да, у нас данный вид работ в муниципальном контракте выделен отдельно. Финансирование по нему определенно строго. В этих работах у нас идет мойка, покраска, содержание леерных ограждений, уборка тротуаров от песка. В этом направлении тоже работа движется. А что еще будет в этот сезон? Летний сделан по дорожному ремонту. И главное, какие источники финансирования? Потому что можно сделать многое, но все упирается в деньги. Сегодня основным источником у нас является дорожный фонд. Это серьезные деньги – 76 миллионов рублей. За эти деньги мы делаем 13 объектов дорог. Они есть на сайте мэрии города Архамельска, размещены. И три лежачих полицейских. Также за деньги бюджета мы приступаем во втором квартале июля месяца к ремонту улицы Волчейского. Это напротив рынка. Это наша, в скобках, знаменитая сегодня уже дорога на всеверный округ по улице Мостовой. Ну и ряд улиц еще. Там будут ремонтироваться улицы уже под асфальтовый кладчик со снятием слоя в 5 сантиметров. Выравниваем и улицу мы получаем целиком новую. Документы по дорожному фонду по улице Гагарина, набережной Северной Двины, Роза, Рексенбург, Урицкого уже находятся на проверке сметной документации на достоверность цен. В ближайшем времени мы приступим к исполнению этих проектов. А вот вы как раз упомянули о дороге в Северный округ. Пожалуй, самый наболевший, злободневный вопрос. Знаю, что скоро будет проведен аукцион на заключение контракта и работы начнутся в ближайшее время. Да, у нас аукцион состоится 27 июня, 10 дней нам на заключение муниципального контракта. И с этого времени мы приступаем с 11 числа июля, приступаем к работам. А оценивал ли муниципалитет общий объем средств, которые необходимы на ремонт дорог Архангельска? Вот так вот в целом. Сегодня деньги Дорожного фонда идут на текущий ремонт. Но все проблемы дорожного хозяйства и дорог в городе текущим ремонтом закрыть нельзя. Есть такое понятие, как капитальный ремонт. Вот по капитальному ремонту сегодня дороги требуют порядка 2 миллиардов рублей. Хорошим источником финансирования в прошлые годы была программа «Город Архангельска» как областной центр. 700 миллионов рублей ежегодно направлялись на капитальный ремонт дорог. Это освещение, это тротуары, это современная проезжая часть с хорошим дорожным покрытием. Но, к сожалению, эта программа сегодня закрыта. Ну, собственно, действенный такой яркий пример того, как работала программа, это как раз улица Волучейского, насколько мы понимаем. То есть вот, допустим, если бы эта программа не была заморожена, в Архангельске могло появиться что-то наподобие. Я имею в виду проекты, которые уже получили согласование, но вот, к сожалению, не будут реализованы. Это расширение обводного канала, где Московский проспект. Вы совершенно правы. У нас по этой программе было предусмотрено софинансирование городского бюджета. В условия софинансирования входила разработка проектов по капитальному ремонту улиц. Это, как вы сказали, обводный канал до Павла Усова. Это Ленинградский проспект на пересечении с улицы Коммунальной. Эти проекты сегодня город разработал. По четырем проектам имеется государственная экспертиза. Мы готовы приступить, но, повторюсь, областное финансирование закрыто и без региональных денег нам эти мероприятия не реализовать. А пробки, как они есть, так они и есть на этих участках. Ну, то есть при новом финансовом импульсе проект получит скорейшее? Конечно, эти проекты реализовать, если вот всем Павла Усова обводны. Расширение с трех полос до пяти с заменой коммуникации. Любой автомобилист оценит масштабность и эффективность этого проекта. Здесь уж говорить не... Каждый день мы там стоим в этой пробке. Ну, понятно, что есть много проектов, документаций, прописаны уже дороги, где ремонт проведен, где будет проведен. А есть те дороги, которые в этом году, к сожалению, не попали в список для проведения работ? Конечно. Мы охватили только часть дорог. И, подчеркну, большая часть дорог осталась без ремонта. Но ремонт требуется. Ну, и он также будет проведен, но уже, получается, несколько позже, чем хотелось бы. Будет проведен уже в следующем году. На следующий год деньги Дорожного фонда мы получаем. Хотя Дорожный фонд города Архангельска идет из Дорожного фонда... Из регионального фонда Архангельской области. Мы получаем всего лишь небольшую часть этих денег. Основные платильщики регионального фонда, основные деньги, которые формируют региональный фонд, это акцизы на бензин, масло. А основные поставщики, платильщики являются жители города Архангельска. Ну, надо сказать, что методика распределения средств Дорожного фонда между городами, она на сегодняшний день несколько, ну, мягко скажем, непонятна. Несправедливо. Несправедливо, потому что областной центр, который отдает достаточно большое количество денег, на региональный бюджет, получает малую часть. И будет ли пересмотрена эта методика? С таким предложением мэр города Виктор Николаевич Павленко постоянно обращается во все уровни. И хотелось бы, чтобы нас услышали, и непорядок, когда областной центр находится на уровне районного поселения. По состоянию дорог, я имею в виду. Я надеюсь, что эта ситуация в скором времени исправится, и каким-то образом, путем финансовых решений, грамотных. Я думаю, что не только я, но и все жители города на это, особенно автомобилисты, надеются. Потому что в этой программе и тротуары ведь необходимы для пешеходов, не только для автомобилистов. Это программа для всех жителей города Архангельска. Ну, Владимир Николаевич, спасибо большое за ответы на наши вопросы, за беседу. Я думаю, что зрители сегодня много нового для себя подчеркнули. Спасибо. Напоминаю, что в студии программы «В центре внимания» был директор департамента городского хозяйства мэрии Архангельска Владимир Плюснин. С ним мы говорили о дорожном ремонте в Архангельске. Работы и сегодня продолжаются, а значит, наш разговор также будет иметь продолжение. Поэтому следите за эфирами на канале ПС и до скорой встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok